здравствуйте итак ростомер своими руками конечно же не обязательно делать это самому можно и купить готовый но во-первых скорее всего самодельный ростомер обойдется гораздо дешевле во вторых на его создание потребуется очень немного времени ну и главная причина почему я решила сделать все сама заключается в том что я могу изобразить его каким угодно меня не устраивало что огромное количество детских ростомеров имеют длину метр сорок максимум метр шестьдесят а что делать потом когда ребенок перерастет эти отметки выбрасывать покупать что-то новое приделывать что-нибудь сверху к старому в общем не самая приятная ситуация поэтому я буду делать ростомер со шкалой 2 метра включительно ну и кратко о том почему мне вообще захотелось его создать именно таким в таком виде все дело в том что это достаточно универсальный вариант ведь если вы живете в съемной квартире или доме то отмечать там на стенах дверях или других поверхностях можно но что делать потом когда придется съезжать забрать с собой двери или стены вряд ли получится а значит это останется только в воспоминаниях можно отмечать сбоку на мебели но не все захотят это делать потому что могут считать что это портит внешний вид можно прибить отдельную деревянную планку однако это более затратно и трудоемко чем мой вариант да и затем дерево может расколоться при транспортировке например мне же хотелось чтобы куда бы мы семью не переезжали этот ростомер был бы при нас чтобы при необходимости он компактно складывался и в то же время чтобы его шкалы делений хватило максимально надолго таким образом я остановилась именно на том варианте который покажу вам в этом видео и ничуть об этом не жалею ну что давайте начинать итак нам понадобятся несколько элементов и первый из них это трафарет ростомера подобные трафареты очень легко найти в интернете они есть самые разные есть короткие например на метр сорок есть длинные как у меня на два метра есть изображениями есть без есть цветные есть черно-белые и так далее и тому подобное в общем на любой вкус так что выбирайте тот который вам по душе затем нам нужен картон лучше чтобы он был плотный поскольку картон будет служить основой на которую наклеится трафарет конечно же необходимы ножницы куда же без них и еще клей карандаш бумага и картон отлично склеивается между собой с его помощью и последняя составляющая это двусторонний скотч он нужен чтобы уже готовый ростомер крепить к выбранной поверхности я выбрала стену но вы можете предпочесть и что-нибудь другое первый этап конечно же распечатать выбранный вами трафарет у меня он простой черно-белый рассчитан на два метра что мне в нем особенно нравится так это то что каждый сантиметр имеет индивидуальное деление это очень удобно на мой взгляд а каждые пять сантиметров тут имеют более жирную линию и подписаны в общем все очень четко ясно просто и лаконично также на этом трафарете участки стыков листов между собой продублированы чтобы при их соединений вместо склейки было пошире а не просто узкой полоской тогда листы друг с другом соединены лучше и крепче что конечно же важно для долгосрочного использования затем обрезаем трафарет чтобы получили столько полоски с цифрами которые и дадут в последствии ростомер однако пока их между собой соединять не нужно и 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 они и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее получившиеся полоски наклеиваем на картон. Совершенно не важно, какого цвета будет картон, поскольку он все равно будет скрыт от глаз. Это тыльная сторона ростомера, так что можете использовать любые остатки, которые у вас есть, без оглядки на их цвет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok На следующем этапе мы отрезаем от картона все лишнее и оставляем опять-таки только полоски с цифрами, но уже с подложкой из картона Затем склеиваем все вместе Поочередно соединяем все полоски друг с другом Вы можете выбрать любой клей, однако я пользовалась клеем-карандашом Поскольку такие материалы, как бумага и картон, он хорошо и прочно приклеивает между собой Кстати, я предпочла, чтобы все поверхности, которые стыкуются, были смазаны клеем Для большей надежности Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... После этого наступает очередь двустороннего скотча Переворачиваем получившийся ростомер так, чтобы сверху был картон, а не поверхность с цифрами И затем на расстоянии друг от друга наклеиваем полоски скотча Желаемое расстояние вы определяете сами Я, например, поскольку вся эта конструкция очень легкая, не видела смысла делать подобное очень часто В итоге у нас полоски скотча располагаются в самом верху и затем на каждом стыке картона В самом низу скотча нет, потому что у нас по всему периметру комнаты, где будет располагаться ростомер идет плинтус Соответственно он будет прижимать и держать эту всю конструкцию на месте А значит и надобности в скотче тоже никакой нет На этом, собственно, этапы создания ростомера завершены И пора переходить к месту его крепления У нас это стена в детской комнате Для начала отмеряем необходимую высоту Поскольку ростомер рассчитан на 2 метра То, соответственно, именно эта высота от пола нас интересует В данном случае совсем идеально было бы отмерять без плинтуса Однако несколько миллиметров большой роли не сыграют А вот возня сплинтуса может и затянуться Кроме того, необходимо постараться, чтобы от верхней отметки вниз у вас рулетка или другой измерительный прибор уходили максимально ровно без отклонений под углом 90 градусов к полу Тогда ростомер будет закреплен максимально прямо и не уедет в сторону А значит и полученные результаты измерений впоследствии будут более верны И, наконец, остается только закрепить ростомер на стене Для этого отклеиваем сверху защитную полоску от двустороннего скотча И приклеим на отмеченное на стене место И затем продвигаемся вниз, повторяя эту манипуляцию При необходимости можно плотнее прижать эти места Хотя в принципе скотч сам по себе очень неплохо прилегает Оставшийся низ ростомера просто размещаем за плинтусом, который и будет его держать Как видите, здесь надобности в скотче нет И вуаля! Ваш ростомер собственными руками готов! Мне он очень нравится! Для его изготовления не требуется никаких особенных навыков или специального оборудования Процесс создания занимает мало времени и не задействует много людей Изделие получается легким, маневренным, подходящим для любой поверхности И рассчитаны мне на один год При необходимости все можно легко подклеить или вообще утилизировать Если надобности больше нет В общем одни плюсы Так что я надеюсь, что вам тоже этот ростомер по душе Пишите о своих впечатлениях в комментариях И увидимся в следующих видео До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok